Вчера вышел отчет по безработице в США Ожидалось, значит, прирост составил 4,8 миллиона человек, если мы посмотрим 4,8 миллиона человек Прогноз у нас составлял 3 миллиона человек Безработица у нас снизилась, откатилась до 11% Что также вот превзошел прогноз, лучше оказалось прогнозом И как бы по идее это должно было двинуть рынок Но этого не произошло, так как, во-первых, после майского отчета стало понятно Что на самом деле, так как экономика открывается Этот процесс происходит, рабочие места будут снова появляться Так как фирмы запускаются, возвращают они работников обратно на рабочие места Во-вторых, два этих показателя, число новых рабочих мест и безработица Они не раскрывают всю картину, которая есть у нас на рынке труда Следует иметь в виду такой вот важный факт, что более чем 31 миллион человек в США Получается сейчас пособие по безработице Изменилась схема отчета, собственно, безработных, чтобы получить эти выплаты Не нужно докладывать правительству, что ты ищешь работу, чтобы получить эти выплаты И как следствие существенное занижение данных мы имеем по безработице Также второй важный факт, это то, что сейчас, если мы уровень занятости смотрим И сравниваем с февралем месяцем, на 15 миллионов человек ниже сейчас занято людей в экономике США Постояние с февралем это значительное отклонение Это говорит о том, что значительные ресурсы сейчас недоиспользуются трудовых в США Кроме того, заглядывая немножко вперед Во последних неделях июня стало известно, что некоторые штаты частично возвращают карантин Так как растут риски того, что вспышка инфекции в США выйдет снова из-под контроля И чтобы не рисковать, возвращается частично карантин Поэтому в июле следует сейчас скорректировать ожидания на более скромный рост рабочих мест На более скромные данные Серьезного впечатления вчерашний отчет на доллар не произвел Вот здесь видно, произошли более резкие колебания Затем доллар чуть-чуть ушел выше, но в целом никакого тренда не наметилось Так как позитивный сюрприз, как я уже обсуждал в моем вчерашнем обзоре Не произойдет впечатления на рынок, так как он заложен в ценах Почему? Потому что, как я уже сказал, есть процесс перезапуска экономики Фирмы возвращаются, возвращают работников на рабочие места Снова запускаются, пытаются вернуться в нормальный ритм Но этот процесс, это естественный процесс перезапуска Он сопровождается тем, что как бы растут рабочие места Появляются новые рабочие места Но всего лишь мы говорим о возвращении старых рабочих мест То есть их перезапуске, по сути Одно дело вернуть работника на рабочие места Другое дело сохранять его на рабочем месте Платить ему зарплату некоторое время после перезапуска Несмотря на снижение объема продаж С которым сейчас сталкиваются американские фирмы И как бы время покажет на самом деле Устойчиво ли это возвращение рабочих мест или нет Смотря по секторам гостиничной индустрии и развлечения Самый большой вклад они внесли в рост рабочих мест 2 миллиона рабочих мест они создали В июне получается ритейл вырос на 740 тысяч рабочих мест Образование и медицину у нас добавили 568 тысяч рабочих мест Вот такая вот расстановка сил по секторам В плане создания рабочих мест А безработица сократилась до 1,1% Однако учитывая, что более чем 31 миллион человек Они продолжают получать пособия Официальный показатель естественно сейчас Занижает реальный уровень безработицы Поэтому никто на него сейчас Внимание не обращает как следствие Вот, как я уже сказал Ниже февральского уровня сейчас заняты США Практически на 15 миллионов человек Есть расширенные пособия по безработице Которые предлагает правительство Они естественно сейчас хорошо покрывают Часть утраченных доходов населения Даже с лихвой для некоторых покрывают Утраченный заработок Но действуют они до 31 июля Да, нужный месяц Еще месяц остался И получается, что вот эти недоиспользованные ресурсы 15 миллионов человек, которые сейчас есть Которые у нас сейчас не заняты Они сейчас получают пособия Но маловероятно, что всего лишь за месяц Получится вернуть всех обратно на работу И вот этот недоиспользованный ресурс трудовой Он столкнется с тем, что его доходы резко упадут Как только программа с пособиями завершится Подойдет к концу И естественно Нависает такой грозной тучей Над экономикой США Вот такой потребительский шок Стоит постоянно иметь в виду Вот сейчас вот эту зависимость Между потреблением Между желанием правительства Сохранять, держать пока На своих плечах Вот этот гигантский Гигантскую безработию Гигантское количество незанятых людей Которых сейчас пока нужно держать Потому что экономика сразу не может создать рабочие места Принять их обратно Вот Даже после Вызывает также вот беспокойство Мы не поговорили о первичных и длительных заявках На пособия безработицы Вышли они вчера вместе с июньским отчетом В четверг получается Показали они значит Картину По безработице По пособиям по безработице За последнюю неделю июня Первичные заявки у нас Снова Выросли Выросли они на 1 миллион 427 тысяч человек Больше чем прогноз Уже несколько недель подряд Происходит у нас такая тенденция Что первичные заявки на пособие безработицы Растут сильнее прогнозы Это такой негативный тренд А возможно это просто Желание людей Получать пособие по безработице Так как сейчас Требования К тому К безработному Человеку Который хочет получать пособие по безработице Они снижены Не обязательно докладывать Что ты ищешь работу И так далее Уполнять некоторые ряд условий Чтобы получить пособие Поэтому мы можем видеть Что вот такой вот стимул возникший У безработных За счет государства Он у нас рисует вот такие цифры Немножко напрягают Длительные заявки на пособие безработицы Вот этот тренд Мы видим Что вопреки прогнозу снижения Наоборот Выросло длительное число Длительные заявки на пособие безработицы Длительные Если мы посмотрим в тренде Вот такая вот картина получается Очень неохотно падают Люди не хотят сообщать Что они нашли работу Что они выходят на работу Так как их устраивает Вот эти пособие безработицы В этом показатель держится Естественно Очень удобная Очень комфортная схема От правительства Она дестимулирует население Искать работу Выходить на работу Получаются вот такие вот цифры Вот этот шок безработных резкий Когда закончатся вот эти все стимулы Он откладывается Откладывается на более дальний период Правительства Неизвестно сколько это продлится Но вот нужно учитывать Что вот это значение безработных Это значение людей Которые получают пособие Они резко столкнутся с тем Что их доходы провалятся Как только правительство Начнет постепенно Сворачивать свои стимулы Которые он сейчас предлагает Сворачивать расширенные пособия Это вот Как я уже сказал Угроза для экономики США Также у нас есть Данные от Homebase Это компания Которая Занимается тем Что предоставляет нам бизнесу Услуги Связанные с персоналом С ведением бизнеса Собственно она собирает у нас данные По тому что происходит сейчас С малым бизнесом И данные последние говорят Что очень большое количество Бизнесов Малых предприятий Они воспользовались кредитом От правительства Которые фирмы должны доправить На выплату зарплат Большое количество фирм Воспользовались этим кредитом Потратили эти деньги Выплатили зарплат Сейчас столкнулись с тем Что продажи не растут Деньги вот эти Истраченные кредитные Естественно их можно не возвращать Правительство Как бы условно согласилось Прощать вот эти кредиты Которые они выдают малым фирмам Деньги собственно истраченные Продажи не растут И постепенно растет Желание вот этих малых фирм Работодателей Да Растет необходимость Можно даже так сказать Увольнять постепенно работников Возникает этот тренд Вот этот кредит Который правительство организовало Он позволил откладывать Отложить волну увольнений Но сейчас эта волна постепенно Начинает набирать обороты Нужно вот иметь это в виду 14% респондентов Они сообщили что Они истратили собственно деньги Воспользовались они займом Но им придется постепенно Сокращать персонал Так как спрос потребительский На их товарах в том числе Не восстановился до До кризисного уровня Еще раз вот эти данные Они подчеркивают важность Вот этой программы защиты зарплат Которую придумывало Разработало правительство Чтобы отложить увольнение Чтобы вот эту временную Вот эту пороховую бочку Как-то содержит И нужно вот сейчас учитывать Что эти все разнообразные стимулы Они у нас порождают Такие необычные показания На рынке труда Факта перезапуска экономик Возвращения на рабочие места Совершенно не говорит о том Что фирмы смогут дальше Удерживать сотрудников Платить им на зарплату Из-за того, что у них снижается Собственно спрос на их продукцию Вот и очевидно Что да, господдержка Она отсрочивает наступление Проблема, отсрочивает наступление Реального кризиса Очень трудно предсказать Насколько правительство США Еще зайдет Насколько далеко Оно сможет продвинуться Этим направлением То есть насколько они решат Что накопление бюджетного дефицита Наращивание госдолга Оно безопасно для государства Ну с точки зрения того Будет ли он оставаться состоятельным должником Неизвестно, насколько далеко Может правительство в этом плане зайти Но тенденция Что правительство готово По сути сейчас накапливать все долг И раздавать деньги В виде кредитов В виде трансфертов И так далее В виде в особе Она сейчас, естественно Очень сильно маскирует происходящее В американской экономике И вот нужно относиться К данным Которые мы имеем сейчас Имея в виду Вот эти сейчас особенности В действиях правительства Которые у нас есть На сегодня все Спасибо за ваше внимание Увидимся в понедельник Субтитры создавал DimaTorzok